здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица дорогие мои друзья в этом видео я покажу вам как в природном земледелии можно вырастить картофель вот прямо от посадки и до сбора урожая приглашаю вас надеюсь это видео будет для вас полезно вот в просторах интернета наверняка вы слышали много информации о том что картофель нужно проращивать в теплоте и на свету много лет я делала также пока однажды не услышала информацию о том что для картофеля это противоестественно я стала пробовать разные варианты и на значит уже на основании собственных опытов могу вам сказать однозначно и значит бесповоротно что картофель нужно проращивать в темноте урожайность этого картофеля выше в два раза почему я так заявляю об этом смотрите значит картофель он как бы сама картошечка формирует давайте вам схематично вот так вот наверное сейчас я чуть-чуть поверну чтобы не быть тут голословный такой так это мне информация уже не нужно это все я сделала вот смотрите значит вот эта почва это что выше почвы это что ниже мы с вами посадили картошинку картошинка у нас дала росток а вот она дала росток это у нас надземная часть до надземная часть а вот это у нас подземная часть значит И сама картошка, клубни образуется на столонах, которые идут вот от этого белого стебелька, который идет в подземной части. Вот такие вот столоны, значит, корни тоже идут где-то тут вот все рядышком, идут и под столонами, и над столонами, вот такие столоны. В общем, кидают вот такие вот она столоны с корнями, и на этих столонах уже образуются клубни. Вот такой вот принцип роста нашей картошечки. Вот они, где клубеньки образуются, вот на этих вот столонах. А слушайте, если мы выращиваем на свету, мы сразу же имеем зеленый росток, вот такой вот крепкий зеленый росток. Значит, зачем он там нужен под землей? Я стесняюсь спросить, под землей ведь нет фотосинтеза, там не нужен зеленый росток, там не нужны зеленые листья. Для того, чтобы посадить картофель, мне понадобится в природном земледелии моя земля, вот такая вот тяпочка. Мне понадобится зола, компост и, собственно говоря, просто картошка. Пожалуйста, приглашаю вас ко мне в сад на посадку картофеля. Вот так выглядит картофельник после зимы. Вот мой посадочный материал, мои Иванда Марья, вот зола, вот компост. И вот, собственно говоря, значит, такая тяпочка, которой я и буду делать вот этот боровочек для картошечки. Дорогие мои друзья, я сейчас установлю камеру так, значит, чтобы вам было просто наглядно и видно, что, собственно говоря, я буду делать. Вот, я сделаю немножко это ускоренно для того, чтобы, не для того, чтобы посмеялись, что я как Чарли Чаплин сажаю картошку, а для того, чтобы сэкономить ваше драгоценное время. Спасибо. 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 Дорогие мои друзья, сегодня я буду окучивать картошку и я буду тяпкой срезать сорняки и прежде присыпать их картофелю, а дальше слегка присыпать эти сорняки землей. Сначала я срезаю зеленую траву и подкладываю ее вниз. Дальше вторым слоем я накладываю на зеленую траву землю и уже финиш это мульча. Это свежескошенная мульча, которую муж мне поставляет от покосых газов. Вот эта мульча начала преть, это был скошен на поле, значит такая сухая трава была скошена на поле и оставлена в стоге, она начала уже перепревать и вот такое я замульчировала. А вот это горячая мульча, которая простояла приблизительно двое суток, а может даже и больше, трое, может даже и больше. Она уже, значит, начала процесс разложения, она очень горячая, вот, но это все будет удобрением. Удобрением это все закроет от испарения влаги, картошечке будет комфортно и замечательно. Дорогие мои друзья, вот эти вот междурядия я прорыхлила тяпочкой, посеяла туда редьку масличную. Она нужна для того, чтобы пудрить мозги жукам-щелкунам, которые откладывают личинки в землю, а личинка-щелкуна это проволочник, и колорадским жукам, они же не любят редьку масличную. А она очень будет, она встанет мощная с картошкой, и будет непонятно, что здесь растет. На этом мой уход за картошкой будет закончен. Я буду только ходить и наблюдать, потому что мне не нужно больше ничего окучивать, сорняки не вырастут под мульчей, мне больше не нужно поливать, потому что влага под мульчей сохраняется прекрасно. И я буду только наблюдать ходить. Закончен картофельник, все. Единственное, что не хватило мульчи на всех, но мульча это дело наживное, и по мере того, как она будет появляться, то, значит, и будем мы ее мульчировать. Это лук-чернушка романовский, здесь уже, видите, как не хватило, ровно наполовинку не хватило, здесь замульчировано, а с другой стороны нет. Картофель наливается, редька масличная подрастает в междурядьях, и теперь я только буду приходить и наблюдать, не нападает ли колорадский жук, не происходит ли чего плохого с моей картошечкой. Картофельник на конец июня выглядит вот так. Я обхожу и смотрю, нет ли у меня жуков колорадских, но жуков колорадских я не вижу, нигде не обнаружила, зато я обнаружила начальную стадию заболевания фитофторозом картофеля. Ну, это есть вот такие вот сорта, которые очень неустойчивы, значит, к этому заболеванию, и вот они самые первые начинают. Вот посмотрите, как начинается заболевание фитофторы у картофеля. Ну, понимаете, вот у меня это обязательная программа, ну, по-любому у меня это случается, но не бывает у меня, чтобы картофель не заболел фитофторозом. Но, что я хочу сказать, раз я вижу, что сейчас это все началось, конечно же, сейчас я помогу улучшить состояние. Я разведу препарат НВ-101, про который вам часто очень говорю, и просто опрыскую всю картошку. Я нанесу вот эти масла для того, чтобы картофель мог противостоять вот этим плохим погодным условиям. Ну, не сказать, чтобы они плохие, но ночи очень холодные. Ночи холодные, и много выпадало влаги. Росы по утрам тоже холодные. И по вечерам уже. Вот так цветет моя синеглазочка. Это мой любимый сорт картофеля. Он любит вот так расти в повалячку. Но я ему все прощаю. Вот так вот он цветет. Шикарные вот такие цветочки. Это моя синеглазка. Любимый мой картофель из детства. Редька масличная между рядями поднимается скоро. Картофель немножко привалится, поднимется редька масличная. И будет, значит, защищать картофель от лета жуков. Жуки будут чувствовать очень сильно этот запах. И, конечно же, это будет их взбивать с толку. Они не полетят на картофель. Вот так зацветает, значит, Иван-да-Марья. Я первый раз на него смотрю. Вижу его первый раз. Ну, в общем, густые такие у него соцветия. Будут такие букетики не слабые. Мне нравится. Выглядит он очень хорошо. И фитофторы нигде на нем нету. Ни пятнышка. Значит, все-таки он такой устойчивый сорт. Я хочу вам показать, каким образом из теплой грядки, из-под сена я набираю картошечки на еду для того, чтобы приготовить ужин. Я не выкапываю весь куст. Я просто подхожу к картофельнику. Значит, разгребаю сено. Беру самые крупные картошки. А остальные оставляю расти дальше. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот примерно вот так. Ну, не то чтобы самые крупные, но вот какие вот найду. Вот хорошенькая картошечка. Я ее забираю. Дальше копаю. Тут у меня, видите, какое творится червячки. Все, они тут у меня переделывают сено. Так, мои хорошие. Дальше копаю. Вот картошечка. Ну, как-то довольно-таки нормальная. Я ее отрываю. Она еще пока очень крепко сидит, потому что еще расти и расти ей. Ну, вот так вот я ее беру. Дальше копаю. Вот такую картошечку отрываю. Вот сейчас я вам попробую оторвать ее вместе с талоном. Вот видите, талон какой еще, как бы я вот сейчас оторвала там от талона. Какой еще жесткий талон и как она еще крепенько сидит. То есть ей еще там расти и расти, как говорится. Сейчас, мои дорогие, вот так вот эту я заберу картошечку. Она хорошая. Сейчас еще. Эта вот тоже крупненькая довольно-таки. Я ее забираю. Сейчас оторву ее от талона. Видите, отрывается она так с трудом, конечно. Вот так. Ну, и смотрю дальше. Вон там их еще, видите, как много. Но мне, в общем-то, ну, сейчас еще найду вот такую картошечку еще. Возьму крупненькую. Так. Талончик тоже, видите, еще какой мощный. Она еще росла бы и росла. Но мне она сегодня пригодится. Она мне сегодня нужна. Сейчас вам покажу, как там кишмя кишит у меня. Видите, труженики переделывают сено, переделывают на землю. Ну, это еще маловато, пускай порастет. Ну, вот это вроде ничего. Ну, вот мне вполне себе хватит на ужин. Больше мне не нужно. Что теперь я делаю? Вот эти все картошечки я все закладываю обратно сеном. Картофельник выглядит так в середине июля. Значит, цветение картофеля уже потихонечку прекращается. Но начинается цветение редьки масличной. Она поднимается и защищает мой картофель от лета колорадских жуков и жуков-щелкунов. Они этот запах не любят и поэтому предпочитают, значит, не летать. Так, что я хочу вам сказать. В прошлом видео я вам показывала, что, значит, начался фитофторос на картофеле. И я провела обработку, значит, препаратом фитоспорина. И прошло две недели. Вот я вижу, что распространение фитофторы приостановилось. Сегодня я повторю еще раз эту обработку. Дорогие мои друзья, я очень часто слышу в интернете о том, что фитоспорин это слабый препарат и он не работает. Да, он действительно не работает, если его не применить. Если его просто купить и держать его на полке, он никак не сработает. На самом деле фитоспорин это помощь на клеточном уровне, можно сказать. Это вот такое вот продвинутое средство, которое работает и еще как работает. Рекомендую вам использовать его на, значит, вот на таких вот проблематичных местах, как фитофтора на картофеле. Друзья мои, он остановил фитофтору, этот препарат. Ее просто нигде нету. Все. Вот как были нижние листья повреждены, так вот они и остались. Они прямо засохли, эти нижние листья, а верхние ярусы все стоят красивые, бодрые, счастливые и никак не поврежденные. Но, значит, необходима еще одна обработка. И сегодня я ее проведу. Это картофельник. Вот каким цветом зацветает у нас здесь редька масличная. Все, картофель фактически весь лег. И редька встала и защищает его. Для того, чтобы приступить к перекопке, выкопке картошки в природном земледелии, который уже, ботва уже совершенно исчезла, все уже пора картошечку копать, значит, редьку масличную я наклоняю вот так вот в боровок. Редька в боровке она и остается. Ее можно как бы прямо лопаткой порубить, а можно прямо оставить так, как есть. Самое главное, ее вот так вот в две стороны раскидать, и остается фактически чистенький вот такой вот боровочек картофельный для выкапывания. Вот видите, вот его здесь пока только на меточку видно, да? А если редьку в две стороны разложить, то получается, что открывается боровочек. Вот так вот, мои дорогие друзья, просто в две стороны раскладывается, и все. И открываются чистые вот такие вот боровки. Дорогие мои, итак, подведем итоги. Органики на картофельнике получается очень много. Наросло много редьки масличной. Вот так вот я откинув вот с боровочка, значит, с боровочка в канавке, вот эту вот редьку масличную, она ложится у меня вся полностью в канавку. Вот она, вся лежит в канавке. Корни ее не удалены ни в коем случае. Все так и лежит. Просто сложено вот в эту канавку. По мере того, как я откапываю картошечку, я немножко присыпаю ее почвой. Чуть-чуть слегка присыпаю. В результате я не собираю, не забираю с картофельника ни единой травинки. Понимаете, я забираю только картофель. Все, что здесь выросло, все останется вот здесь. Вот видите, вот как на этом участке. Вот я слегка присыпала, и вот так вот это все останется здесь. Поэтому земля на картофельнике никогда не будет бедствовать от нехватки питания для микроорганизмов. Всего им здесь хватит на всю зиму. А в следующем году вот эти боровочки поменяются местами. И тот боровок, на котором сейчас растет картофель, станет междурядним. А картофель будет посажен именно вот в этот боровок, где сейчас густым-густым слоем лежит редька масличная. Прежде чем отправиться на хранение в подвал, картофель рассыпаю под навесом на одни сутки. Картофель полностью высыхает, и далее я складываю его в ящики, иногда в мешки. И хранится он у меня в подвале, в ящиках или в мешках. Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья мои, вы, наверное, обратили внимание, что я откидываю картошечку не просто в одно ведро, но еще и в ящичек. Так вот, значит, на посадочный материал, это тот картофель, который будет посажен в следующем году, я его отбираю прямо на поле, прямо на кустах. То есть не потом, когда уже в процессе там я что-то... А это важно, чтобы куст был хороший, понимаете? То есть и это нужно сделать на сильном кусте, значит, куст, который дал хороший урожай. И вот с такого куста я и беру, значит, картошники. По размеру они примерно такое с куриное яйцо, то есть больших не нужно. Ну вот если, скажем, на хранение, ну вот она вот такая, то на посадку такая картошечка будет велика. А вот такая вот, ну, самая, наверное, крупная, что может быть, это вот такой вот картофель. Так, и сразу же после того, как я все выкапываю, а вы видели, что я сразу же немножко присыпаю, значит, масленичную редьку с землей, и, значит, после этого я рассыпаю горчицу белую, это сидорат крестоцветных семейства, после картофельника самое оно. Я рассыпаю путем вот такой вот, значит, разудись плечо, разойдись рука, и слегка присыпаю это всю землю граблями. Никакой у меня здесь идеальной чистоты и ровноты нет. Это совсем ни к чему на картофельнике, потому что вот эту чистоту и ровноту сделает природа, сделает потом слой снега, сама природа все это сделает и все заровняет. Вот, мои дорогие друзья, в природном земледелии мы с Дусей нарастили целую корзину продуктов хороших, замечательных, качественных, чего мы всем вам тоже желаем. А если это видео вам понравилось, то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, и смотрите мои следующие видео про сад, про огород, про зимнюю теплицу, про рассаду, про природное земледелие, да и про жизнь за городом вообще. Берегите себя, всем любви и счастья. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok